Футбольный семинар 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 Это проводили как-то в кругу, разнообразно. Для детей это интересно и с мячами разминка и так далее. Что обычные упражнения мы можем под актовалировать. Спортивный инвентарь предоставляется бесплатно. Кстати, девочкам в проекте уделяют особое внимание. Ведь женский футбол в Алтайском крае сегодня в тренде. Важно, девочкам, наверное, подход определенный. Как я уже говорил на семинаре, что здесь хотя бы просто им дать мяч потрогать в руки. И потом уже, чтобы они переносили мяч в ноги. То есть, если они с мячом поконтактируют в руках, то это уже такой психологический момент. Они его захотят опустить вниз, они захотят с ним что-нибудь попинать. На сегодняшний день в проекте «Футбол в школе» в Алтайском крае участвуют уже 72 школы. Были в начале декабря и сейчас. То есть, в принципе, и Алтай есть перспективы для футбола. Тем более, именно в Барнауле здесь очень много футбольных школ. И хорошие футболисты вообще вышли из Алтайского края очень много. Добавим, уже с нового учебного года еще 50 алтайских школ вступят в проект «Футбол в школе». Причем развивать бесплатный футбол планируют именно в малых селах и районах. Юлия Щепина, Татьяна Бондаревская. День с толком.